Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. В первую очередь хочется спросить вас о том, какова цель того, что вы делаете, ну вообще глобально. Вот то, что вы учитесь, то, что вы работаете с людьми определенными. Какова ваша цель? Является ли вашей целью чего-то достичь, является ли вашей целью чего-то добиться, например. Или вашей целью является доказательством, условно говоря, своей важности, своей нужности, своей значимости и так далее. Вот я, честно говоря, на этот момент хотел бы несколько более подробно, что ли, разобраться, рассмотреть. Потому что, мне кажется, это важно. Ведь, понимаете, все дело в чем? Дело в том, на что вы ориентированы. Если вы ориентированы на то, чтобы доказывать себе и другим, что вы лучше всех, ну подумайте о том, сможете ли вы когда-нибудь это сделать? Сможете ли вы когда-нибудь этого добиться? Сможете ли вы когда-нибудь этого достичь? Реально ли это? И какую проблему вы пытаетесь решить, например, если, допустим, к примеру, вы пытаетесь доказать, ну допустим, вы пытаетесь доказать кому-то, может быть, людям вокруг, ну вокруг вас, что вы важны, что вы не хуже и так далее. Какую проблему вы пытаетесь таким образом решить? Мне кажется, это важный момент. Мне кажется, это очень значимая история здесь. Потому что, вроде бы, вы пытаетесь работать, вроде бы вы работаете, но в то же время, как мне кажется, вы уделяете внимание, тратите свои силы на другие вещи, не совсем на те, которые соответствуют тому, что вы делаете. Я имею в виду, конечно же, работу и целенаправленность в вашей деятельности, ориентирование на то, чтобы заниматься тем, что вам нравится, а не в сравнении себя с другими людьми и пытаться что-то доказать. Таким образом, первое, что вам нужно сделать, это отделить друг от друга, то, на что вы тратите свои силы, то, на что вы тратите свои ресурсы, вот, и несколько более осознанно это делать, потому что, если вам важно доказать, что вы лучше если хотят, ну, если вы хотите заниматься, ну, чем-то, если вы хотите делать что-то, то это, мне кажется, совсем другое, другое, мне кажется, это совсем не то же самое, мне кажется, это совершенно разное. Дальше. Собственно, как и сказал мой коллега, который еще Игорь Леонидович, у вас есть определенная энергия, энергия сравнивания себя с другими людьми, то энергию можно использовать, конечно же, пора использовать эту энергию себе во благо, можно использовать эту энергию себе во вред. И когда вы используете эту энергию себе во благо, она помогает вам развиваться, помогает вам лучше себя чувствовать, лучше себя ощущать, лучше понимать, там, условно говоря, кто вы, кто вы, какая вы и так далее. А здесь, в данном случае, речь, конечно, идет о том, что вам это не помогает, вас это столько лишь дискредитирует, вас это деморализует, если я правильно понял вас это, ну, как бы очень-очень страшно. Вот. И мне кажется, вот мне кажется, в какой-то степени, что проблема здесь в том, что вы изначально довольно негативного мнения о себе. изначально вы, ну, я бы сказал, изначально вы о себе думаете крайне, ну, крайне нехорошо. Нехорошо вы о себе думаете крайне, я бы так сказал. Вот. С чем это связано, что вы о себе думаете негативно, ну, вот так негативно? Это вопрос. Почему вы о себе думаете так негативно? Откуда у вас такие, ну, откуда у вас такие мысли про себя? И что значит в основе этих мыслей про себя? Это, конечно, все вопросы, на которые надо бы поискать ответ. Потому что мне кажется, что именно такая проблематика именно вот в таком контексте здесь решается. Ну, я, конечно, понятное дело, что могу ошибаться, конечно, понятное дело, что могу быть неправ, вот, но не видится так. То есть не видится такая история. Вы по отношению к себе уже настроены достаточно негативно почему-то. Мне кажется, что в основе этого лежат такие неприятные чувства. Может быть, как стыд, вот, может быть все некоторые чувства, которых пока что я, например, не знаю. Но что бы это ни было, чем бы это ни было, мне кажется, имеет смысл это рассмотреть. Мне кажется, имеет смысл обратить на это внимание, потому что, ну, вас это тревожит, вас это напрягает, вас это вам это мешает. Миша, ну, я полагаю, так, довольно сильно, соответственно, чтобы эффекта вот этого негативного эффекта не было, да, имеет смысл, мне кажется, в этом направлении поработать, поработать. Чтобы вот, ну, вы как-то вот сами для себя лучше понимали, вот как вот, ну, как бы, каким образом себя сравниваете, как получается, что вы себя сравниваете, каких, условно говоря, там, целей, результатов вы хотите, ну, для чего вы это делаете, для чего вы? Собя сравниваете, значит, вот, чтобы что вы себя сравниваете, вот, то есть, ну, словно говоря, вот, у других людей есть, там, то есть, вы завидуете чему-то, вы завидуете чему-то, например, да, ну, к примеру, вот, вы завидуете, Вот, вот, ну, дальше идет, у нас. Ура, стоит, у нас. например, что она из себя эта зависть поставила, например, вот, и что вы с этой завистью, например, делаете, вот, понимаете ли вы ее, вот, узнаете ли вы ее из датуры, каким образом, вот, и так далее. Если у вас, там, условно говоря, если у вас, условно говоря, возможность переживать эти вот негативные чувства, если у вас, кому рассказать об этом, кому поделиться этим и так далее. Если нет, то, конечно, надо бы, чтобы такой человек был, вот, если такого человека нет у вас в окружении, то лучше всего, чтобы это был, конечно, психолог, лучше всего, чтобы это был психотерапевт, вот, который бы мог вам оказать помощь и поддержку. Вот. Вот то, что я хотел бы вам сказать. Ну, с точки зрения, вот, эм... психотерапии, да, с точки зрения психотерапии, да, с точки зрения моего опыта, то, что, ну, я, я знаю. Вот, давайте еще раз сейчас мы почитаем ваш текст для того, чтобы несколько лучше вы понимали. Я девушка, мне 24 года. Ну, вот, в каком контексте вы используете я девушку, то, что я 24, я работаю в компании профессионалов, ну, это нормально. Ну, это огромный опыт работы, прекрасно, прекрасное образование. Это великолепно, вы можете учиться этих людей, вы можете развиваться, скажем так, об них. Вот. Ну, такой, вот, такой оборот, такой тема. Я учусь, например, в курсе, чувствую себя абсолютно не компетентами, хуже всех, иногда мне кажется, что эта команда попала почти в исключение. А как вы попали в эту команду? Ну, то есть, вот, понимаете, вы, ну, условно говоря, вы открещиваетесь, да, вот, вы открещиваетесь, как будто от того, что делаете, ну, от того, что делаете. Так вот, у меня такое ощущение, да, что вы открестились от своих, вот, ну, условно говоря, там, заслуг, вот, у вас были некоторые, ну, вот, то, что вы делали, да, то, что вы делали для того, чтобы попасть в эту команду, вот. Что-то вы делали, да, 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 что-то вы делали для, для этого, вот. А, ну, ну, а, ну, а, как мне кажется, сейчас вы это отвергают. Вот. Говорит, что, ну, вообще-то было случайно, что вы не замечаете, грубо говоря, свою, свою активность. Вы не видите, вы не видите свою, как бы сказать так, вы не видите свою зафу в том, что попали в эту команду. Так, так, мне кажется. Вот. Ну, а я думаю, что вам желательно, желательно бы фейзов флуг увидеть, вот, потому что, как бы там ни было, ваша активность есть. Ну, вот, в том, что вы оказались там, где вы оказались. И, как бы это не случайно. То, что я только учился на этом курсе института. А, мне кажется, что вот это вот я только учился, это вот очень пренебрежительно. Я только учился. То есть, почему-то вы считаете, что, ну, условно говоря, должны больше, вы считаете, что... должны уже быть, не знаю, может быть, если не на последнем курсе, да, то, наверное, уже должны заканчивать университет или закончить тогда. Вот. И вы отрицаете свой путь, который вы прошли. По вашему счёту. Я хотел бы, конечно, понять, как происходит, что вы свой путь отрицаете. Какой-то путь, по которому вы не начали обучение раньше. Например. Вот. И так далее. Мне кажется, что многие вещи в вашей же собственной жизни вам, ну, незнакомы получат. Вот. И это, мне кажется, очень печально, что вам эти вещи не знакомы, потому что это в вашей жизни, а вы, получается, они не знаете ничего. Вот. Или знаете, но гораздо меньше, чем, ну, чем могли бы знать, если бы были внимательны к себе, например. Вот. То есть я бы, наверное, вам ответил бы, ну, вот, каким-то, каким-то таким образом бы я вам ответил, наверное, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, которую продвигаю я. Так. Дальше. Чувствую себя абсолютно некомпетентной. А на... Как... Как их... Ну, как это происходит, что у себя чувствуется некомпетентной вот. То есть, ну, опять же, мне кажется, что здесь очень важным моментом является то, какие требования вы к себе предъявляете, например. Да? То есть, условно говоря, эти требования, которые вы себе предъявляете, какие они, эти требования, ну, насколько они адекватны, да, эти требования, насколько они справедливы по отношению к вам, насколько они, насколько они реальны для вас. Потому что, вот, мне кажется, как мне кажется, что, ну, мягко не совсем по реалистичным требованиям, которые у вас к себе. Вот. Что, соответственно, вас, конечно, только лишь деморализовывают. Из-за того, что, ну, вы от себя требуете быть, собственно, как, ну, какой-то, вот, а какой-то вы быть, то есть, ну, не можете какую-то вы быть, потому что вы такая, какая вы есть, вот. А, значит, почему вы себя не принимаете, потому что не привыкли выражать это, я думаю. То есть, тут надо смотреть, в принципе, на выращать то, что вы себя представляете. Дальше. Хуже всех, но мне кажется, вот, команда попала в общество системы, как побороться в обороне от себя с другими. Ну, побороться, да, не надо точно, мне кажется, потому что побороться, да, вы, мне кажется, ничего не добьетесь. Вот. Ну, пытаясь себя побороться, вы ничего не добьетесь. Это мне кажется, мне кажется, совершенно точно. Другой вопрос. Как я и сказал уже, энергия, используемая вами для того, чтобы сравнивать себя с другими людьми, она, эта энергия, может быть использована во благо. Вот. Ну, вами. Просто пока что вы в ней, в этой энергии, благо не видите для себя. Да. Потому что для вас это только вот негатив такой. И все. И я вас, в какой-то степени я вас понимаю, вот, что вы видите, ну, негатив в этом, но, как бы, наверное, одна из главных задач наших заключается в том, чтобы помочь вам увидеть в этом, ну, не только негативно, но и какие-то позитивные тенденции, вот, какие-то позитивные аспекты. Вот. Ну, уж совершенно, совершенно, точно не по баровне чего-либо в вас. С собой. Вот. Это, вот, совершенно, точно не является тем, что, ну, мне кажется, мы как психологи можем вам предложить. Мне кажется, мне кажется, что вы сами себя неплохо так побаруете, чтобы все это мы делали. Вот. Поэтому я не вижу для себя возможным способствоваться, вот, к тому, чтобы вы себя, эээ, ну, старались, стремились, побаровать. Вот. Мне кажется, эээ, так вот, мне кажется, такой ответ, эээ, важный момент, на самом деле. Я думаю, что вам можно дать, эээ, с точки зрения психологии, с точки зрения, эээ, ну, ну, с точки зрения психотерапии, эээ, ну, 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 с точки зрения психотерапии, эээ, вот, и так далее. Мне кажется, эээ, вот тут, эээ, ну, мне кажется, это, эээ, такой важный момент, на самом деле. Ээээ, вот такая вот история. Поэтому, ну, на этом давайте, наверное, закончим, эээ, вот, пока что. Ну, вот на этом, наверное, давайте, пока что, эээ, завершим, ээээ, ответ. Ээээ, ну, мой ответ, да? Ээээ, вот, вы постараетесь, ээээ, сформулировать, эээ, некоторую, обратную связь, ээээ, которая поможет вам начать процесс плодотворной работы над собой. Я надеюсь, если вы хотите, конечно, свою жизнь поменять. Вот. Всего-всего вам самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация ваша будет разрешена. Да, всё, на